Добрался до меня вот этот артбук. Это артбук Ильи нашего Кувшинова, пятёрного. Второй артбук, изданный в России. Первый у него назывался Momentary, то есть как бы такое мгновенное что-то. А теперь что-то вечное до нас добралось. Моменты и вечность. Разумное и доброе, помимо всего прочего. Книга выпущена в этом году. Это, по-моему, в 2019 году она изначально вышла в Японии. И вот теперь русское издание до нас добралось. Да, там замечательная суперобложка, ты её снимаешь. И там та же самая девушка, но у неё очки другого цвета. Из-за очки другого цвета. Представьте себе, представьте себе. Да, это второй артбук. Практически все работы нарисованы, когда Илья уже уехал в Японию. Он работает там уже годы. Несколько лет. Но пролёт, да, несколько лет. Как раз когда он работал в том числе и в анимационной индустрии. Вот, спасибо за покупку Eternal, говорит нам Илья. Ну, по концепции, наверное, это такой артбук с, конечно, его излюбленной темой. Это симпатичные девушки с короткими стрижками и большими красивыми глазами. Но, вот как он сам пишет, что в этой книге у него такая общая концепция. Это графические рисунки с упором на сюжет и обдуманную композицию. Без лишних деталей, которые никак не дополняют суть. Вот иллюстрации становятся как бы проще. Точнее тогда и смысл, который он закладывает в картину, эмоции ощущаются лучше. И Илье больше нравится работать даже вот в таком минималистичном стиле, чем над полуреалистичными изображениями, благодаря которым его-то в интернете впервые-то заприметили и запомнили. Ну и вот таких более-менее реалистичных иллюстраций было много в первой книге Momentary. И несколько попали и сюда, но в целом здесь более схематичные девочки все эти и даже некоторое количество мальчиков. Знаешь, как у Ренжи Мурата тоже иногда встречаются мальчики, дязеньки даже. Вот, и для автора, как выясняется, тут несколько страниц с текстом встречаются. То есть это не то, что бывают, знаешь, артбуки, когда сам автор постоянно много комментирует. Нет, здесь буквально несколько страниц с какими-то авторскими примечаниями, и вот для Ильи оказывается, что главное в рисунке не техника, а вот то, какой отклик эта работа найдет в душе зрителя. И, конечно, Илья здесь повторяет вот эту историю, которую он рассказывал у нас в подкасте, в аудиоподкасте Otaku.ru. Ссылка будет в описании. Как раз когда у него вышла только книжка Momentary, он еще недавно был в Японии, и в тот же месяц книга попала в руки режиссера Кейдж Хары, режиссера «Волшебного лета», «Многоцветия», дочери Хакусая, который недавно в мультуре рассказывал. И Хара тогда размышлял, кому поручить дизайн персонажа его следующего проекта, увидел вот артбук и связался с Ильей. И он тогда еще не знал, что это может быть, он думал, что может быть японец, какой-то кувшином, какой-то странный псевдоним. Вот, ну, в общем, такая цепочка совпадений. Илья так стал дизайнером персонажей фильма «Бэдэ Вандерланд», то есть «В стране чудес», полнометражное аниме. Рисовал он для фильма и локации, и фанэр, и архитектуру, интерьеры, раскадровки, даже смог там некоторые сцены анимировать. И дальше оно все потянулось благодаря знакомству с Кейти Харрой. Ему доверили дизайн персонажей «Призрака в доспехах» вот этот вот SAC 2045 трехмерного сериала. А, 3D-шный который, да. Да, лучшее, что там есть, это дизайн Ильи Кувшинова, прямо скажем. И Илья, конечно, радуется, что смог поработать над продолжением того самого произведения, которое его еще в детстве вдохновило выбрать профессиональный путь художника. Видите, как бы не только девушек-то, человека рисует, а еще и пейзаж. Хотя там явно стоит какой-то женский силуэт в этом тоннеле. Видел недавно совсем на ютубе инструктирующий ролик, который называется «Вы тоже терпеть не можете рисовать задние фоны на ваших рисунках?» Да, задние фоны – это бэграунд. Ну да. Да, и, конечно, три года в японской, вот как раз Мотоко Кусанаги в интерпретации Ильи, как раз главной героини «Призрак в доспехах». Три года он в японской анимационной индустрии проработал к тому моменту, когда вышла эта книга, и они его просветили буквально, и он очень благодарен, конечно, всем, кто помогал ему развиваться как художнику и как личности. Три. Вообще, немного про, наверное, сейчас можно полистать еще картинки. Видишь, фоны возникают, не только женские лица. Да, и местами это, конечно, такие очень инстаграмные работы в каком-то смысле. Это часто квадратные изображения. Вот и мальчики встречаются. Он, по-моему, с инстаграммой начинал, по-моему, как-то. Да, да, как-то. На всякий случай скажем, что сеть инстаграма принадлежит компании мета, заблокированной в России, признанной экстремистской организацией и все такое. Вот. А мне кажется, это не автопортрет ли случайно какой-то такой справа? Ну, он обычно лицо не любит показывать. Смотри, как интересно слева. Там разные черные тона есть девочка, и есть еще более темный фон, то есть разные черные краски. А, черные цветы, да, в тенях построено. Вот, и бывают такие более анимешные девочки встречаются. Бывают и менее анимешные. Да, в этом артбуке, конечно, более, наверное, более простые и более такие работы, прям, которые ты сразу ее видишь. Никакой особой какой-то подоплеки сложной, которой надо выглядывать в деталях, наверное, нет. Есть прям вот образ, который тебя сразу бум, и у тебя в синапсах что-то там заискрило. Или не заискрило, если такие девочки не в вашем, что называется, вкусе. Вот, про страну чудес. Илья там рассказывает, что делали они во время работы над фильмом, так называемые rush-чеки. Это когда вся команда собирается и по очереди отсматривает готовые сцены на наличие каких-то ошибок. Если находят, обсуждают на месте, можно ли их исправить, что-то, конечно, приходилось доделывать, там, переделывать с нуля. Илья, вот как раз на этой розовой бумаге, это его наработки по стране чудес, как-то Birthday Wonderland, или как он там называется, в стране чудес, да, фильм называется? Да, да, у нас помню так. Да, и Илья рассказывает, что когда времени до дедлайна оставалось совсем мало, то по мере возможности, конечно, количество рисунков приходилось минимизировать. Ну вот, и он тогда услышал слова, которые, как он говорит, не забудет никогда. Там в пятисекундной сцене маленькой была небольшая ошибка допущена, но из-за спешки он не был уверен, что стоит ли ее исправлять, ударяться такой в перфекционизм. Указал он на эту маленькую ошибку, и там оператор-постановщик фильма Коджи Танака, он сказал, времени, конечно, нет, но давайте все равно исправим. Когда мы завершим работу над этим фильмом, его финальная версия останется в таком виде навсегда. И если мы не сделаем все, что в наших силах сейчас, чтобы фильм стал как можно ближе к его идеальной форме, то будем жалеть о замеченных, но неисправленных ошибках всю оставшуюся жизнь. И вот с тех пор Илья каждый раз в хаосе постпродакшна какого-то, хоть и чувствовать себя выжатым, повторяет вот про себя эту мантру Коджи Танаки и прикладывает все силы к тому, чтобы ошибки как-то стараться исправлять. Отвестность за тот или иной результат в наших руках прямо сейчас напутствует нас, художник. А покажи еще вот этот постер, который у него есть. Да, конечно, вот, покрупнее я могу сделать. Это обложка для артбука, собственно, в Стране чудес японского. Вот, и дальше вот это прям постеры фильма. Да, и, как пишет Илья, для меня, говорит, он будет большой честью, если моя история вдохновит вас взять момент вашей жизни в свои руки и ярко осветить им всю бесконечность. Кажется, Илья уже настолько свыкся с японскими реалиями, что формулирует немножко сначала на иностранном языке. Ну, и, конечно, там в конце книги есть страницы благодарности и команде в Стране чудес, и сотрудникам анимационной студии Production IG, и других студий, художникам, подписчикам в соцсетях, и тем, кто поддерживает Илью на Патреоне, благодаря кому он, в общем, смог добраться в Японию и там закрепиться. Ух, смотри, как у девушки свет проглядывает через шляпку. Вот, хорошо. Здорово сделано. Вот такая книга, разные, видите, детализации картинки, но в основном, конечно, это симпатичные девушки вполне определенного типажа. Кстати, у Ильи же одно время по всей Японии были уклеены вот такие постеры. Да, 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 японская полиция предупреждает, что, значит, боритесь с терроризмом с помощью Мотоко Кусанаги. Звоните по 110 с телефона. Вот прямо вот логотип японской полиции внизу. Да, и Пипа Кун, маскот в Монске. Да, так что вот. Вот, и вот последние странички и задняя страничка тоже девочка чуть-чуть с другим фоном. Не знаю, видно ли это сейчас на картинке, но я думаю, если показать живьем, то, наверное, это даже будет меньше видно, что здесь она голубая. А тут она раз и становится розовой. Книга сама сейчас во всех книжных, если Моментри уже сложно найти не за оверпрайс, она расходится хорошо, то Этюнл сейчас лежит везде. По ценам там от... у меня она обошлась там что-то типа 1300 в Читай-городе, потому что у меня там баллы накопились, а так там полторы тысячи, может быть, рублей. Вот, и тут надо, конечно, еще сказать, что раз уж мы говорим о кувшиновских девушках, то давайте вспомним и о настоящей девушке, которая косплеит периодически кувшиновских девушек. Да, это Лид, косплеер из Ростова-на-Дону, урожденная Анастасия Захарова. Она вот периодически... Лид, привет, если ты нас смотришь. Да, привет, если нас смотришь. Она периодически как раз делает... начинала она с таких закосов под кувшиновские картинки, а потом-то они с Ильей собрались и сделали вот настоящий прям большой коллаб. И вот Лид в образе Саши Яковлевой. Это оригинальный персонаж, нарисованный, придуманный Ильей для анимационного музыкального клипа на песню Let You Down Давида Подсядла по игре Cyberpunk 2077. И Илья, собственно, был режиссером этого клипа. Вот это... Значит, сейчас мы видели фотографии Рея и Арти, и вот еще есть фотография косплейного фотографа Дориан. Вот такая вот Саша Яковлева, уже без рисунка Ильи, но в принципе она повторяет как раз кадры из этого клипа, который, собственно, Илья изобретал. Клип мы добавим, естественно, в ссылки, вот, закончилось в итоге все тем, что Илья просто для Лид нарисовал гей юзерпик для соцсетей. И, по-моему, в общем, это прекрасный пример сотрудничества автора-художника и автора-гасплеера, и как вместе они как-то друг друга бустят. И из-за этого происходит... Синергия случилась. Приходит, да, вот самая настоящая синергия или синергия. Как правильно говорить? Я не знаю, друзья. Я тоже. Я в основном читал эту... Ссылки на все запрещенные соцсети Элит у нас тоже будут, естественно, в описании к этому ролику. Вот, MagicBob пишет нам в чате. Да, стрижка каре — это наше все, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!